Здравствуйте, ребята! Сегодня 27 апреля 2020 года, РУК Русского Языка. Тема урока «Частицы НИ, приставка НИ, союз НИНИ». Цель занятия – отработка навыков использования и различения частицы НИ, союза НИНИ, приставки НИ. Наша задача – формировать умение различать частицу НИ, союз НИНИ, приставку НИ, развивать мышление, логику, внимание, память, речь, воспитывать любовь и уважение к родному языку. Вспомним, что такое частицы, на какие группы делятся частицы, что такое формообразующие частицы, на какие группы делятся смысловые частицы, как пишутся частицы. Выборочный диктант. Я продиктую вам предложение. Вы выпишите предложение, где есть частицы, сверху над ними укажете разряд. Вещь неценная, да дорога, как память. Вот пошел он в лес, да заблудился. Договорите скорее. А знаете ли вы, что летчик Молоков – герой Советского Союза? Всем было ясно, что малышу тоже хотелось участвовать в параде. Какие-то некушенные травы расстилались передо мной. Задача-то решена, верно? В лихости и зависти нет ни проку, ни радости. В одиночку ничего не сделаешь. Вряд ли вы знали об этом. Он спрятался за то дерево, что и я. Пусть он расскажет эту историю до конца. Проверьте, все ли вы сделали правильно. Мы двигаемся дальше в нашем уроке. И у нас учебная ситуация, которую я назвала «Определение проблемы». Обратите внимание на предложение. Кругом ни души. Никогда тебя не забуду. Не знай ни уныния, ни лени. Обратимся к первому предложению. Чем является здесь «ни»? Конечно же, частицы пишутся раздельно. Во втором предложении «ни» является приставкой. Пишутся с ответственным наречием слитно. Третьим повторяющийся «ни», «ни» является союзом. Ответ так и звучит. Частица, приставка, союз. Об этом мы и будем говорить сегодня. Следующая учебная ситуация я назвала «Экспериментальная работа». Спешите, раскрывая скобки. Укажите смысловую роль частиц. Смелого не устрашит ни пуля, ни меч, ни огненный смерч. Запишите, пожалуйста. Следующий пример. За отчизну ни жаль, ни крови, ни жизни. Запишите, пожалуйста, этот пример. А далее ответьте, пожалуйста, на вопрос. Чем осложнены эти предложения? Мы видим, что в них есть однородные подлежащие и однородные дополнения. Догадайтесь, во что превращаются, если можно так сказать, частицы в таких предложениях. Конечно же, повторяясь, они становятся союзами. Далее. Нужно ли ставить запятую между повторяющимися частицами «ни» в данных сочетаниях? «Ни кола, ни двора», «ни жарко, ни холодно», «ни свет, ни заря», «ни рыба, ни мясо». Мы знаем, что эти словосочетания называются устойчивыми сочетаниями или фразеологизмами, поэтому запятую в них мы не ставим. Я предлагаю вам составить два сложных предложения с любыми примерами. Составить два сложных предложения с любыми примерами. «Ни кола, ни двора», «ни жарко, ни холодно», «ни свет, ни заря», «ни рыба, ни мясо». И еще обращаю ваше внимание на выражение «во что бы то ни стало, как ни в чем не бывало». Запомните, пожалуйста, «во что бы то ни стало» мы записываем это выражение в шесть слов. «Во что бы то ни стало, как ни в чем не бывало» мы записываем в шесть слов. «Как ни в чем не бывало». Запомните про описание этих выражений. Мы двигаемся дальше. Следующая учебная ситуация, я назвала ее «Проверь себя». Вам надо будет ставить предложение частицы «не» или «ни». Записать номера предложения с частицей «не» и «ни». Обоснуйте выбор частицы. Кто не принимал участия в читательской конференции, все остались довольны. «Не» или «ни». Кто не принимал участия в конкурсе, очень сожалел об этом. Сколько не читаешь стихи Пушкина, всегда открываешь для себя что-то новое. «Сколько я еще не прочитал произведений русских классиков». «Сколько волка не корми, он все в лес смотрит». «В поле нет ни души». «Я не мог не улыбнуться, читая письмо». Итак, решите эту учебную ситуацию, проверяя себя на примерах. Проверьте, так ли у вас получилось. «Не» у нас встретилось во втором, в четвертом и в седьмом примерах. «Ни» у нас встретилось в первом, третьем, пятом, шестом примерах. Далее мы работаем с учебником. Вы можете открыть ваши учебники там, где у нас упражнение 449, а можете посмотреть на следующий слайд и выполнить упражнение со слайда. «Списать и сопоставить предложения», «Обозначить приставки «не» и «ни», как это мы делаем, частицы «не» и «ни» заключите в треугольник». Частицы мы заключаем в треугольник. Текст перед вами. Я увидел небольшую каменную пристройку, которой либо не было ранее, либо я не замечал ее. Здесь было немного посетителей. Действие не замедлило сказаться. Травяной настой произвел ни с чем не сравнимое удовольствие. С некоторого времени я начал подозревать, что его существование не так уж невинно. Как ни всматривался, я не мог понять состояние противника. Ни одной мысли по этому поводу я в тот момент не мог высказать в отчетливой форме. Его фамилия была так длинна и нелепа, что я не помнил ее. Он смотрел на меня, ничем не выдавая себя. Я предлагаю вам, после того, как работа будет выполнена, произвести разбор по цифре 3, это глагол, как часть речи, и разбор слова, морфемный разбор слова по цифре 2. Вот это идея причастия. Произведите разбор и мы идем дальше. Учебная ситуация, открытый микрофон. Закончите предложение. Вы можете даже не записывать. Закончите предложение в соответствии со значением частицы. Кто не прочитает книгу, ставьте любое. Я не знаю, муха, цокотуха, алый паруса. И что там получится, если не? Кто не прочитает книгу, ставьте название по вашему выбору. И опять-таки, какое получится продолжение, если у нас не? Вы можете проговорить, можете, если хотите, чтобы осталось на память, можете записать в соответствии со значением частицы. Ну и, в общем-то, на этом урок наш заканчивается. Нам осталось получить домашнее задание. В качестве домашнего задания я выбрала для вас упражнение 447 из параграфа 73. Итак, урок окончен. До свидания, ребята!